Здравствуйте! Мне очень радостно находиться сегодня здесь вместе с вами. Меня зовут Петровна Элла Гуэль. Я возглавляю группу по образованию, работающую по региону Центральной Восточной Европы. Мы видим свою задачу в том, чтобы поддерживать организации, которые идут по пути цифровой трансформации. Это нужно для того, чтобы мы смогли добиться большего, для того, чтобы преподаватели могли овладеть простыми удобными технологиями. Мы стремимся к тому, чтобы подготовить наших детей к завтрашнему миру, чтобы они были к нему готовы в момент выхода из стен школы. Сегодня искусственный интеллект находится повсюду. Технология окружает нас в нашей жизни. Кругом мы видим умные датчики, мы видим парковочные автоматы и самые разные другие устройства. В области образования искусственный интеллект можно использовать по-разному. Виртуальная поддержка, обеспечение работы преподавателей, новые инструменты оценки и, наконец, системы адаптивного обучения, которые дают возможность индивидуализировать образование для каждого ученика. Но, пожалуйста, не думайте, что здесь все уже готово. Мы стремимся прийти к тому, чтобы сегодняшние ученики смогли сами поменять мир завтрашнего дня. Для этого им нужны соответствующие инструменты. Им нужно иметь возможность научиться нужным навыкам. Сбербанк является одним из важнейших наших бизнес-партнеров в России. Я недавно была в России, и на меня произвело большое впечатление то, как Сбербанк работает с некоторыми российскими университетами и институтами. Мы можем подготовить наших детей к реальной жизни, когда мы начинаем еще с этапа обучения. Такие компании, как Сбербанк, показывают сегодняшним ученикам, какие потребности будут существовать в мире, когда они закончат свою учебу. С марта месяца практически все школы во всем мире перешли на гибридную систему обучения. Ученики должны были сочетать очное обучение с обучением заочно. Никто не мог себе представить, что система образования так быстро сможет перейти на дистанционку. Но мы должны быть осторожны. Мы должны понимать те проблемы, которые могут стать для нас актуальными завтра, уже сейчас. Когда я посещаю школы, я люблю рассказывать учащимся о настоящих случаях, с которыми я сталкиваюсь в жизни. Я рассказываю им о технологиях. Я рассказываю о том, как можно сделать мир лучше, даже в тех ситуациях, когда это кажется невозможным. Посмотрите этот видеоролик. Меня зовут Сахип Шейк. Я потерял зрение в возрасте 7 лет. И вскоре после этого я пошел в специальную школу для слепых. И это открыло для меня совершенно новый мир, новые возможности. Я поступил на работу в компанию Microsoft. Я работаю над решениями, которые помогают улучшить жизнь людей. Я всегда стремился создать такую систему, которая могла бы подсказать человеку, что сейчас происходит вокруг него. По-моему, человек сейчас едет на скейтборде, и он совершил прыжок. Я работаю с коллегами, которые работают в том же направлении, и которые мыслят так же, как я. Используется API от компании Microsoft, которые позволяют добиться очень многого. Можно использовать эти решения на смартфоне или на умных очках. Можно говорить, говорить, и при этом вас слышат. И оратору всегда полезно знать, каков отклик аудитории. Я вижу два леса. 40-летний мужчина с бородой. Он выглядит удивленным. Молодая женщина, которая выглядит довольной. Я могу знать, кто находится вокруг меня, каковы их эмоции. И это совершенно замечательно. Прекрасная возможность отчитать текст. Ну, здравствуйте. Вот ваше меню. Большое спасибо. Я могу использовать приложение на телефоне для того, чтобы сфотографировать меню. И дальше телефон сам подскажет мне, как правильно расположить телефон для того, чтобы меню уместилось в объективе. Прочитайте. Салаты, пасты, вторые блюда. Несколько лет назад все это было научной фантастикой. Трудно было поверить, что все это станет реальностью. Однако сегодня искусственный интеллект позволяет нам жить быстрее. В это трудно поверить. Мы, как инженеры, всегда стоим на плечах гигантов. Мы строим новое на фундаменте того, что было сделано раньше. Девочка бросает летающую тарелку в парке. Это мечта, которую мы превращаем в реальность, делая по одному шагу за раз. И это только начало большого пути. Этот рассказ является совершенно реальным. И то приложение, о котором здесь идет речь, существует. Оно сделает более комфортными жизни большого количества людей с трудностями в области зрения. ABC проводила обзор и исследование. Было выделено пять причин по внедрению искусственного интеллекта в систему образования. Речь идет в основном об улучшениях, о повышении эффективности, о вовлеченности учащихся, о более высокой конкурентоспособности образовательных учреждений. И я думаю, что это все будет играть ключевую роль в будущем. Как привлечь учащихся к тому или иному предмету. Как университет может привлечь абитуриентов. Все строится на данных. Данные – это новая нефть. Я уверен, что вы уже слышали эту фразу. Технология и искусственный интеллект могут быть качественными только в том случае, если они опираются на качественные данные. Я покажу вам результаты некоторых исследований наших клиентов. Здесь исследуется система образования. В большинстве школ, университетов, институтов существует проблема. Данные есть, но эти данные не синхронизированы, они не подключены, они не актуализируются. Необходимо извлечь всю полноту информации из этих данных. Нам нужно проанализировать данные. Тогда мы сможем принимать решения, тогда мы сможем действовать, тогда мы сможем понять, как нам пройти от сегодняшнего состояния к искомому, желанному состоянию. Позвольте рассказать вам о некоторых примерах того, как технология может улучшить образование. Школа в Кливленде пыталась найти лучший способ прогнозирования. В результате была создана система визуализации данных и аналитики. Она помогает наблюдать за детьми, определять, где у них возникают трудности. Это позволяет учителям лучше помочь отстающим учащимся. Можно видеть поведение каждого ученика. Насколько каждый ученик устойчив, насколько он склонен к социализации, насколько он активен или нет. Вы получаете данные широкого спектра. В большом диапазоне по каждому ученику. И это помогает школе помочь детям, сделать это вовремя, сделать это индивидуально. Правильные приложения, правильные устройства экономят преподавателям до 20% времени. И это время они могут посвятить обучению учеников. Это также дает возможность ученикам учиться по более индивидуальным учебным планам. Когда с учеником работают индивидуально, он обычно показывает гораздо лучшие результаты. Мы видим, что это работает в 80% случаев. Искусственный интеллект используется, например, в одной из школ Хельсинки. Хельсинки – это первая столица, которая разработала новую стратегию образования. Еще в 2016 году мы развиваем систему образования. Мы активно используем аналитику и искусственный интеллект для того, чтобы улучшить систему образования. Наш город весь является средой обучения. Наша цель состоит в том, чтобы дать возможность ученикам, студентам раскрыть свой потенциал. Мы имеем по 20 учеников в классе. Многие ученики учатся индивидуально. Есть разные подходы к ученикам, но очень важно использовать персонализированный подход. И в этом деле инструменты искусственного интеллекта помогают учителям очень и очень сильно. Прежде всего, мы определили различные способы использования инструментов для того, чтобы найти индивидуальный подход каждому ученику, для того, чтобы лучше вести занятия. Мы смогли определить определенную архитектуру. Мы определили потоки данных и алгоритмы, которые нам необходимы. Мы внимательно следим за нравственностью, за этикой используемых алгоритмов, поскольку мы не хотим разбивать учеников на классы, на группы. Мы не хотим ни на кого ставить клеймо. Мы строим очень прозрачную систему, построенную на высоких стандартах нравственности. Сегодня мы считаем, что искусственный интеллект дает прекрасные возможности для школы. Нам нужны совместные усилия в области инновации, в области учебной аналитики. Мы работаем с такими компаниями, как Microsoft. Мы работаем с городскими властями для того, чтобы дать нашим детям лучшее, более светлое будущее. Одна важная тема, которую затронул преподаватель из Хельсинки – использование искусственного интеллекта. В компании Microsoft мы делаем многое в этой области. При этом мы стараемся придерживаться стандартов нравственности. Люди уже давно используют систему искусственного интеллекта через мобильные устройства. Люди привыкли к технологиям. Технологии вошли в нашу повседневную жизнь, и эта ситуация уже не изменится. Одна серьезная инновация последнего времени – это возможность перевода речи в текст, возможность перевода с одного языка на другой. В системе образования это очень важно. Позвольте мне показать вам, что это означает для наших детей. Можете угадать? Можешь угадать, где я живу? Да. Ты живешь в Центральной Мексике? Да. Да. Ты живешь в столице? Близко к Сиэтлу. Ты живешь в Сиэтлу? Да. Очень хорошо. Ну что ж, ты угадала. Спасибо. А тебе нравится жизнь в Мексико-Сити? Здесь очень здорово. А как развлекаетесь? Как отдыхаете? Мы много купаемся, ходим на пляж. А куда бы ты хотела поехать? Я бы хотела съездить в Россию. А ты? А я хотел бы поездить повсюду. Было бы здорово, если бы ты приехала и к нам в Мексику. Продолжение следует... Преподаватели могут создавать чат-боты при помощи искусственного интеллекта. Это будет очень здорово для того, чтобы помогать учащимся, которые могут учиться, находясь в любом месте, используя самые разные устройства. Чат-боты могут анализировать то, что говорят студенты, воспринимать вопросы студентов. Мы не считаем, что приложения с искусственным интеллектом заменят преподавателей. Они только дают им новые возможности, дополняют эти возможности. Учителя будут тратить меньше времени на рутинную работу и больше времени смогут посвятить непосредственно обучению учеников и собственному образованию. Мы проводим большое количество мероприятий, на которых мы объединяем учеников, работающих и живущих в самых разных странах мира. Замечательно видеть единение учеников и учителей. Ученики учатся по-новому, пользуясь возможностями технологий. Мы подключаем к этому новому миру большое количество детей и учителей, которые находятся повсюду. Это очень интересно, это очень познавательно. Ученики и преподаватели используют технологии очень по-разному. Они строят свои занятия максимально интерактивно. Дети рассказывают нам о своих проектах, рассказывают о том, какие еще технологии они сегодня используют. В общем, это было здорово. До того, как я закончу, я хотел бы сказать следующее. Возможно, вы являетесь родителями. Возможно, ваши родители находятся рядом с вами. Давайте подготовимся к завтрашнему дню. Давайте подготовим наших детей к завтрашнему дню. Для этого есть прекрасные возможности. Позвольте рассказать вам про ImagineCap и ImagineCap Junior. Это конкурс. Во время этого конкурса студенты решают разные задачи, очень сложные задачи. Они работают над разными проектами, и все они призваны сделать мир лучше. Конкурс 2021 года дает ученикам новые возможности поделиться с миром своими идеями. И эти идеи помогут нам задать новый облик мира. Миллионы участников подписались на этот конкурс. Они стремятся сделать что-то свое. Они хотят улучшить жизнь вокруг себя. Пусть наши дети действуют по-новому. Пусть они находят новые решения для самых серьезных вопросов и проблем, которые стоят перед миром. Пусть они подумают о экологии. Пусть они подумают о других вопросах. Возможно, все, если мы работаем с душой, если мы ставим перед собой важную цель. Скажите своим детям обо всем этом, и давайте вместе постараемся сделать наш мир лучше. Спасибо. Надеюсь, что до скорой встречи. У нас есть несколько вопросов. Во время пандемии COVID-19 многие учащиеся вынуждены были перейти на дистанционное обучение. Не всегда этот процесс проходил успешно. Думаете ли вы, что искусственный интеллект может помочь решить проблемы удаленного обучения? Вообще-то, нужно рассматривать различные сочетания. Технология никогда не бывает идеальной. Вопрос в том, каким образом мы поддерживаем наших учеников или преподавателей при помощи инструментов. Мы должны подготовить учителей, мы должны подготовить учеников, дать им определенные навыки и опыт. И это та область, в которой пока что мы не дорабатываем. Это означает, что преподаватели школ и институтов должны активнее работать над освоением новых навыков. Когда мы взаимодействуем с преподавателями, с родителями, мы видим, что они рассказывают нам о том, что в одной школе преподаватели используют по нескольку разных платформ. Тут нужно задать более логичные правила работы. Дело не в технологии, а в правилах. Второй вопрос. Назовите три основные преимущества, которые искусственный интеллект дает системам образования. Я уже об этом говорил. Самое важное – это дать возможность каждому ученику в любой части мира изучать то, что им нравится, используя самые разные устройства. Важно обеспечить подключенность учащихся. Я считаю, что чрезвычайно важно следующее. Неважно, находитесь вы в школе, в классе. Вы должны иметь возможность получить помощь и поддержку. Искусственный интеллект помогает и преподавателям, и ученикам, и не только в стенах школ. Это очень важно. Я думаю, что искусственный интеллект дальше будет неотъемлемой частью жизни молодых людей. И школа должна подготовить учащихся к тому, с чем им придется жить. Важно облегчить жизнь. Важно сделать жизнь подключенной. Важно давать молодым людям те инструменты, которые помогут им идти вперед. Мы взрослые, мы учимся. У учеников все по-другому. Они молодые люди. А есть люди, которые лучше все усваивают вечером, другие лучше все усваивают утром. Надо учиться так и тогда, когда мы имеем к этому наибольшую склонность и способность. Продолжение следует...